Всем продолжим. Значит, мы с вами договаривались, что сегодня мы докажем теорему о неявной функции, заданной одним уравнением. Вот, значит, ну давайте как бы обсудим, ну прям заголовочек так и напишем. Теорема о неявной функции. Значит, ну что, будем говорить, что функция f, да, давайте я здесь не буду, что функция f, определенная на множестве e, которая является под множеством rn, да, числовая функция, да, задана неявно уравнением. Вот, ну и вот здесь уравнение содержит n переменных x и y специально обозначим другой буквой n плюс первой переменной. Если, да, для любого x из e, понятное дело, да, что здесь уже я подразумеваю x как вектор, потому что это элемент эвклидового пространства rn, да, ну или точка с координатами x1, xn. Для любого x из e у нас получается f от x, f от x равно нулю. То есть получается, ну в качестве примера, что мы можем с вами сказать, да, в качестве примера. Всем известно, что, например, если мы рассмотрим уравнение окружности, да, то вот является ли это графиком некоторой функции? Нет, да, это кривая. Вот, а как бы, но при этом мы можем с вами сказать, что функция, ну давайте f обозначим, да, f от x равная корень, например, 1 минус x в квадрате, да, вот, определенная на отрезке минус 1, 1, да, с действительными значениями. И является той самой функцией, которая задается, задана неявно уравнением. Вот, этот пример не очень удачный, чем? Он не очень удачный, да, уравнением звездочка, давайте напишу. Вот, чем он не очень удачный? Ну, как раз тем, что конкретно в этом уравнении нам удается разрешить, да, и записать, как можно по x сопоставить значение f от x. Вот, а нас будет с вами интересовать в дальнейшем, как раз тот случай, когда мы не сможем никоим образом выразить отсюда, да, вот, из уравнения выразить сами значения, например, y через x или x через y. Вот, но мы понимаем, что где-то в каких-то окрестностях, правильно, в любом случае, задается, да, то есть график, можно сказать, что вот часть кривой является графиком функции. Почему? Потому что каждому x ставится в соответствие единственный y, да, вот, как, например, да, это окружность единичного радиуса, я же вполне себе могу сказать, что вот этот кусочек и является графиком функции. И почему? Потому что каждому x ставится в соответствие единственный y, если я рассматриваю только вот этот кусочек, правильно, вот, вот, или как вот здесь, это у нас оказалось, вот, вот это является графиком функции, да, определенным на отрезке минус 1, 1. Вот, так вот, не всегда из уравнения, далеко не всегда, да, из уравнения можно выразить в явном виде y через x или x через y, чтобы проводить исследование, да, вот, но нас интересует как раз тот случай, когда нельзя, и мы вот эту теорему и обсудим, да, то есть теорема неявной функции. Значит, в общем случае существует теорема, мы ее условно будем называть, то есть под функцией мы же можем понимать, что не обязательно, да, отображение множества из РН в R, можно также и еще, да, в R и M какое-то пространство. Но этот случай кардинально отличается в доказательстве, и мы им будем заниматься в следующем семестре. А в этом вот как бы, так как функции нескольких переменных у нас уже с вами были, да, ну, логично эту теорему здесь озвучить, чтобы в следующем семестре и на дифференциальных уравнениях, и на мотоанализе сразу у вас был уже аппарат, да, то есть это одна из важнейших теорем анализа, да, потому что вот она говорит, когда в окрестности можно считать, вот, допустим, вот этот график графиком линейной функции, и причем какой, ой, не линейной, функции, причем какой функции? Функции, возможно, и непрерывной, да, нас интересуют эти свойства и дифференцируемые, и даже производные находить мы сможем с помощью этой теоремы. Итак, пусть функция F, да, теорема, значит, пусть функция F большое, у нас определена на некотором множестве U, да, ну, числовая, значит, U – это подмножество декартового произведения Rn на R, ну, это отсюда понятно, сколько здесь независимых переменных в итоге. У функции F большой у нас N плюс 1 независимая переменная, вот я и говорю, да, область определения F – это подмножество N плюс одномерного пространства, вот, и это пусть будет открытое подмножество, открытое множество, пусть функция F определена и удовлетворяет следующим условиям. Еще раз обращаю внимание, что мы сразу в теореме формулируем несколько условий на функцию F и автоматом получаем хорошее свойство функции, заданной неявной F маленькой, поэтому смотрите, значит, F должна быть непрерывно дифференцируемой на множестве U, это значит, что у нее непрерывные частные производные, да. Второе. Существует такая точечка из множества U, и мы ее будем обозначать. А, B, смотрите, A имеет N координат, B – это просто действительное число, да, то есть N плюс одна координата здесь. Вот, и эта точка такая, что наше большое обращается в ноль, ну, то есть действительно вот это уравнение имеет хотя бы одно решение, и тогда мы гарантируем, что если в этой точке частная производная по Y, а что это значит по аргументу Y? Ну, это значит, по вот этому последнему, да, аргументу, у нас оказывается отличное от нуля, вот, то тогда мы, исходя из всех этих условий, да, давайте я вот так, что можем сказать, что найдутся такие дельта и сигма больше нуля, и функция F маленькая, которая будет определена на чем? Ну, функция F маленькая теперь у нас будет определена для вот этих переменных, да, значит, в некоторой дельте окрестности точки А со значениями в R, потому что значения будут и игреки, и одномерные, да, вот такая, что функция F непрерывно дифференцируема в этой окрестности, непрерывно дифференцируема, то есть F большой была непрерывно дифференцируемой, и F маленькая тоже обладает этими свойствами. такая, что, такая, что, да, что для любого, для любого вектора X, Y, да, из декартового произведения B дельта А на B сигма B, у нас F от X, Y равно нулю, тогда и только тогда, ну, давайте я, что ли, как-то я все-таки не поместила, тогда и только тогда, когда, и я вот это перенесу, да, сюда, значит, F от X, Y равно нулю, тогда и только тогда, когда Y равно F от X, то есть Y, то есть мы говорим, что вот эта функция так определена, что F от X находится из вот этого уравнения, понятно, да? Значит, ну и вот важно, получается, что, что важно здесь понять, что эта теорема дает, к сожалению, да, только локальное существование, то есть вот, например, как здесь, ну, вот этому множеству, вот это уравнение удовлетворяет, ну, множество точек окружности. Мы говорим, я возьму вот здесь какую-то точку, так как в этой точке F от А, B равно нулю, функция X в квадрате плюс Y в квадрате минус один непрерывно дифференцируема, и производная от Y, да, по Y, это будет что? 2Y. Ясно, что если Y не 0, да, то есть если это не вот эти точки, Y не 0, если это не вот эта точка и не вот эта точка, то в каждой из них, что по теореме говорится, найдется такая окрестность вот здесь и вот здесь, что на этой окрестности вот этот график и будет графиком функции F маленькая, да, то есть в данной ситуации график корня. Вот. То есть в теореме, да, становится, ну, вот видите, например, к вот этому уравнению, да, в точках, где Y равно нулю, теорему применить нельзя, но зато мы там можем, это мы знаем просто с вами со школы, да, что можно выразить не Y от X, а X от Y. То есть вот здесь, ну, мы просто какие-то обозначения приняли, условно можно относительно любой переменной эти рассуждения проводить, да. Ну, давайте докажем, да, значит, смотрите, сколько у нас утверждений здесь в теореме. Нам нужно показать существование, а потом нужно показать непрерывную дифференцируемость. То есть получается то, что эта функция получится в окрестности непрерывной и еще вдобавок дифференцируемой. Вот всегда забываю, и здесь давайте я забыла, что. А раз она дифференцируема, непрерывно дифференцируема, это значит, что у нее непрерывная частная производная есть, частная производная по X, мы можем сказать, что dF по dx катая в каждой точке X из этой окрестности, да, ну, я укажу для любого X из B дельта А, у нас находится как минус F штрих по X катая в точке X, F от X делить на F штрих по Y в точке X, F от X. То есть везде в этой окрестности у функции есть непрерывные частные производные. Их можно находить вот по этой формуле. Итак, первый шаг, да, значит, существование. Значит, существование нам удается доказать благодаря тому, что мы сказали, а давайте вот производная по Y у нас будет функцией, ой, ну, производная по Y будет отлична от нуля. Так как производная отлична от нуля, да, и она непрерывная функция, да, причем по всем переменных X и Y, да, у нас такое требование, что непрерывные, как все частные производные, как функции, да, вот. Поэтому по свойству о сохранении знака, да, по свойству о сохранении знака непрерывной функции мы можем утверждать, что найдется такая окрестность у этой частной производной по Y, в которой значение, да, этой производной будет совпадать со знаком в этой точке. Поэтому мы что скажем? Для определенности, да, для определенности мы посчитаем, что частная производная в точке AB пусть будет, например, положительна. Вот, тогда найдете такое сигма, да, больше нуля, ну, это окрестность таким образом, что F' по Y в окрестности сигма будет также больше нуля. И давайте я напишу, для любого XY, лежащей в B, сигма окрестности точки AB. Так вот, здесь мы с вами перестрахуемся. Мы сразу скажем, а давайте пусть сигма выберем таким, мы всегда его можем уменьшить, да, чтобы это было в окрестности 2 сигма, радиусы 2 сигма, чтобы дальше уже можно было рассматривать окрестность типа минус сигма, плюс сигма, да. Так, что это нам с вами гарантирует? Это гарантирует, что если мы рассмотрим с вами функцию F' нулевое от Y, которая будет порождена функцией F' большое при фиксированном A, да, при фиксированном A, это означает, что производная функции F' по переменной Y, правильно, здесь сказано, для любого X из окрестности, ну, по условию в точке A, да, мы сказали, больше нуля, мы можем сказать, что производная ее положительная, правильно, а следовательно, функция является какой? Строго возрастающей. Где? Ну, понятное дело, для всех Y из вот этого шарика, правильно? Но мы, например, скажем, где? Мы скажем, на отрезке B минус сигма, B плюс сигма. Вот, значит, тогда, следовательно, да, вот для такой функции это так. Что это значит? Смотрите, получается, ну, точка B у нас, конечно же, лежит, да, ну, F' от Y, это F' от AB, мы знаем, что это по условию значение равно нулю ее, да, а значит, раз функция строго возрастающая, то мы получаем, что F' от A, да, и от B минус сигма будет автоматом, какое значение принимать, раз функция строго возрастающая, меньшее нуля, правильно? F' от A, B плюс сигма автоматом, получается, принимает значение больше нуля, да? Больше нуля. И представьте, теперь мы уже про вот эту функцию, да, про вот это значение знаем, что оно обязательно меньше нуля, но функция F опять какая? Она же у нас непрерывная, значит, опять полемия о сохранении знака. Я могу теперь что сделать, да, для непрерывной функции? Я могу сказать, что и для точек, в которых в окрестности, для значений функции, когда я буду менять в окрестности точки A и X, да, то значение F' тоже будет что? В какой-то окрестности меньше нуля. И здесь в какой-то окрестности будет больше нуля. Поэтому мы скажем, что существует такое дельта, вот, ну, так как мы должны находиться все вот в этом шарике, здесь же у нас все выполняется, да, то мы дельта возьмем опять лежащий от нуля до сигма. Существует такое дельта, что в итоге F' от X' B минус сигма, да, сохранит знак, будет меньше нуля, а F' от X' B плюс сигма сохранит знак и будет что? Больше нуля. Вот. И тогда по аналогии с этим, ну, давайте будем рассматривать с вами функцию. Какую? Функцию фи-игриковая, правильно? Я могу здесь поставить индекс X, чтобы понимать, что при каждом X у нас появляется своя функция фи от Y, да, где Y лежит на B минус сигма, B плюс сигма, да, вот. Так вот, все эти функции при фиксированном X, каким обладают свойством? Они обладают свойством, ну, понятно, что они являются непрерывными функциями, да, они непрерывны. Вот. И мы только что показали, что на концах отрезка B минус сигма и B плюс сигма каждая из этих функций, да, принимает значение разных знаков. Вот. Получается, что фи непрерывно, при этом фи иксовая, да, ну, давайте я так, значит, вот здесь допишу. Для любого X, когда из B минус, ой, A минус, из окрестности точки А, дельта окрестности точки А, да, у нас фи иксовая принимает значение разных знаков, фи иксовая непрерывно и принимает значение разных знаков на концах, да, промежутка принимает значение разных знаков на концах отрезка B минус сигма, B плюс сигма. А, следовательно, по теореме о прохождении через ноль или по теореме о промежуточном значении мы можем что утверждать с вами? Что, следовательно, да, по теореме о промежуточном значении, причем для функции одной переменной, существует такой Y, да, откуда, ну, из вот этого интервала, B минус сигма, B плюс сигма, да, такое, что фи от Y, да, фи от Y будет равно нулю, ну, а так как фи от Y это F от XY, то мы получаем, что F от XY тоже будет равно нулю. Таким образом, смотрите, что мы сделали, мы взяли, вот, причем, давайте и напишем, что, причем мы знаем, что функции фи, все функции фи будут, давайте здесь напишу, причем фи являются строго возрастающими. Опять, почему? Ну, как это было и для функции фи нулевое, правильно, она строго возрастающая, потому что производная у нее, да, в окрестности, вот, вот по этому, вот по этому неравенству. У нас производные в окрестности, да, в целой, во всем этом, во всем этом шарике, что у нас получилось, давайте вот так, да, принято изображать, что у нас получилось. Мы говорим, вот точка А, B, мы построили такой шарик радиуса 2 сигма, да, вот, что в нем производная больше нуля, да, f' по y от xy больше нуля. А потом мы стали что строить? Мы стали говорить, что, ну, хорошо, раз производная по y нам известно, что больше нуля, мы будем рассматривать функции от y, где на вот этом множестве, b минус сигма, b плюс сигма, да, и у меня здесь получилась вот такая полосочка, такая полосочка, а потом мы говорим, ага, каждый раз фиксируя, зная, что вот в этой полоске вот это положительно, да, это нам позволило сделать вывод, что вот эти значения разных знаков, то нам удалось что сделать? Найти такой x, да, вернее, нам удалось найти такой x, ой, такое дельта, что в А минус дельта А плюс дельта, но здесь я так не могу написать, почему? Потому что вот эта ось, это нмерная ось, да, если это просто числовая ось, то вот это и есть b дельта окрестность точки А. Так вот, в этой окрестности мы ее так выбрали, что для всех вот этих x-ов и для всех вот этих y-ков фиксированных у нас вот в этом декартовом произведении, что выполняется? При фиксированном x, при фиксированном x на каждом конце значение разных знаков и функции. И так как вот это свойство продолжает выполняться, то значит есть строгое возрастание. К чему это все велось? Это велось к тому, что в силу этого строгого возрастания y единственным образом находится. Вот, к чему все это я, да, ну здесь я просто подвела итог, как мы выбирали, да, и понятно, почему мы перестраховались, взяли вот здесь шарик радиуса 2 сигма. Почему? Потому что мы стали от b на сигма, да, отступать. Так, значит, ну здесь я, кстати, нарисовала, надо было нарисовать вот... Здесь вот строго возрастает на b минус... Ну да, правильно, то есть вот здесь, да, надо было нарисовать. Но мы всегда вот здесь чуть-чуть сигма можем уменьшить, да, разницы нет. Вот. Важно, что в итоге у нас получается вот такой вот прямоугольничек, да, в котором и выполняется... Что мы сделали? Мы y нашли, то есть мы каждому x из b дельта а, да, нашли единственный y из b сигма b, правильно? Ну это у нас интервал даже. Вот. То есть определили что? То есть определили функцию f, да, на множестве b дельта а со значениями в r, такую, что y, равная f от x, и x удовлетворяет чему? Уравнению f от x и y равно 0. Существование мы показали, да, теперь второй шаг. Давайте покажем, что эти рассуждения, они позволяют говорить, что f маленькая, у нас является непрерывной функцией. непрерывной функцией. Ну, иногда говорят так, что мы тут всегда можем сказать, что у нас окрестности такие маленькие, что вот при маленькому приращению x, да, вот здесь в итоге соответствует маленькое приращение y. Ну, я подумала, что можно... Смотрите, как рассуждать. Что мы делаем? Допустим, что в нашей вот этом функция f, да, функция f не является непрерывной в b дельта окрестности точки а. То есть там обязательно, что есть какая-то... То есть каждая точка x, ну, не каждая, да, не является. То есть есть точка x, которая точкой разрыва является, правильно? То есть существует x, где разрыв есть. А это значит, что... Вспомните, что значит быть непрерывной. Ну, если точка предельная, правильно, то, значит, есть предел функции в этой точке, равный чему? Значению функции в этой точке, правильно? Значит, а предел мы по-разному с вами определяли. И можно сказать, например, на языке последовательности. Значит, найдется такое ε, да, большее нуля, и последовательность x, катая, да, что f от x, катая... Ой, f от x, катая... Так, x, катая должна что делать? Сходиться к точке x, приказ, стремящемся к бесконечности. Вот. А f от x, катая не стремится к значению f от x, а значит, не попадет в ε окрестность вот этой самой f от x. То есть отсутствие непрерывности в точке x означает, найдется последовательность, сходящаяся к x, что значения к x не сходятся, да, при этом. Вот. А что значит они не стремятся к f от x? Ну, это значит, нет предела равного f от x, значит, найдется окрестность, что члены последовательности не попадут в нее. Все, мы здесь это записали. Но смотрите, все точки x, катая у нас где лежат? b дельта а окрестности, правильно? Функция f, вот, даже, значит, значения f от x, они куда попадают? Неправильно, не в b дельта а, а они все попадают в b сигма, правильно, b? Это просто по построению нашей функции f, да, давайте я скажу, по построению. А это значит, что последовательность f от x, является какой? Ограниченной. Следовательно, существует обязательно подпоследовательность x, к, житая, да, такая, что f от x, к, житая, обязательно, что делает? Сходится, правильно? Сходится к чему-то. То есть из любой ограниченной последовательности можно выделить, что сходящуюся подпоследовательность. Вот, ну, давайте как-нибудь обозначим это к y с волной, правильно? к y с волной. Ну, а тогда получается, смотрите, что f от x, к, житая, да, f от x, к, житая, вместе со значениями f от x, к, житая, что делают? По построению f обращают, дают ноль, правильно, при подстановке в f. Но функция f непрерывна, да, она же непрерывна, поэтому, когда мы переходим к пределу, прижить, стремящемся к бесконечности, мы говорим, что это, получаем вот такое соотношение, правильно? Получаем такое соотношение. То есть получается, что y с волной должно быть равно f от x, которое было равно y. А это противоречит тому, что мы, когда строили значение y, равное f от x, мы сказали, оно у нас там единственное. Это противоречит единственности значения функции. f маленькая. Значит, то есть y должно равняться f от x. Но f от x-то это y. А мы сказали, что все f от x, к f от x просто не могут подходить. То есть здесь не должно быть неравенства, правильно? Так, значит, это противоречие. Все, значит, получается, ну, например, вот так можно пояснить, что не может быть там точки разрыва. Все, f маленькая, обязательно будет непрерывно вот в построенной окрестности. Ну и самый сложный момент – это, конечно же, доказать дифференцируемость. Дифференцируемость функции f в некоторой точке p, q. p, q. Так, неправильно. В точке p, давайте, в точке p, а тогда q мы просто обозначим f от p. Вот так. Ну, конечно же, мы будем использовать дифференцируемость функции f большое, да, и воспользуемся дифференцируемостью f большое в точке p, q. Вот как раз то, о чем я и говорила. Дифференцируемостью в точке p, q. Так, ну давайте я здесь запишу. Значит, по дифференцируемости просто вспомним, что значит быть дифференцируемой. Это значит, что если мы будем менять p на h, а q на какое-то u, правильно, то оно записывается, то есть приращение функции, да, я сразу напишу вправо, записывается как значение функции, плюс что? Частные производные в большое по dx, к, когда k меняется, от единицы до n, правильно, в точке p, q, умноженной на что? Здесь на h, к, t, правильно. И осталась еще частная производная по y, опять в точке p, q, умноженная на что? На u. То есть не забываем, что для функции f большое вот здесь стоят вектора, да, n-мерные, поэтому h, h, к, это и есть координаты вектора h, да, ну или точки h, неважно, n-мерные, rn тем и замечательные, что его элементы можно как векторами, так и точками, да, называть. Так, и дальше что должно быть? А дальше должна быть какая-то бесконечная мало функция от h, u, умноженная на модуль вектора, да, h, u. Вот здесь немножко непонятное, может быть, обозначение, да, поэтому можно даже здесь написать значок вектора, чтобы это было. Да, где альфа от h, u, что делает? Стремится к нулю, когда вектор h, u тоже стремится к нулю, да. То есть точки h, u стремятся к нулевой точке. То есть это произведение бесконечно малой на модуль или функции, которые являются о малой по сравнению с модулем, да. Значит, нам нужно каким-то образом теперь с вами связать, да, вот эту дифференцируемость с тем, что f определяется как, то есть все значения, да, вот эти значения должны быть определены через что? Через функцию f малая, правильно? Поэтому мы и говорим, а давайте пусть u будет не что иное, как что? f от p плюс h минус f от p. Это мы тоже как-то с вами делали. f от p плюс h минус f от p. Тогда как наше вот это неравенство перепишется, да? Смотрите, у нас получится f от p плюс h, а дальше q, это опять f от p, да, давайте я здесь напишу, значит, тогда f от p плюс h, q, это опять f от p, а u мы сказали, что это f от p плюс h минус f от p, правильно? Вот. И мы что получаем? Мы получаем, что слева стоит значение f от p плюс h от f от p плюс h. А что мы знаем про это значение? Ну, f маленькое определялось именно так, да, что f большое будет равно нулю, поэтому мы получим 0 равно, равно, а теперь то же самое произойдет с чем? С значением f от p, а q у нас это опять f от p, правильно? Это если мы рассматриваем вот такие значения, такой случай, то опять получаем, что это 0. Значит, здесь получается 0 плюс 0, я напишу, чтобы у вас осталось в голове, и значит, мы получаем вот такое равенство, да, дальше df по dx ката, ну, понятно, я сделаю, что вместо q мы подставим f от p, вот h ката останется, да, здесь я пропускаю аргумент просто для краткости, вот, плюс здесь будет df по dy, вот, опять аргумент, все подставляем, вот, и вместо u мы что напишем? Это будет, я теперь не буду подставлять вот это приращение, а напишу, что это есть u от h, у от h, вот, плюс альфа от h, u от h, умножить на что? На модуль, и здесь получается h, вектор u от h, теперь, да, он зависит, вот такой вектор. Что заметим? Заметим, что модуль вот этого вектора, да, модуль вот этого вектора не превосходит чего? Ясное дело, что это не отрицательная величина, и не превосходит чего? Модуля u на модуля плюс модуля h от u, правильно? Модуля h от u. Поэтому, если я вот здесь поделю на модуль h, модуль u, так, подождите, h я здесь описала, это h, и тогда u от h, боже мой, наоборот, все написала, u от h, так, тогда здесь я допишу модуль h плюс модуль u от h, да, вот, и сюда его допишу, модуль h плюс модуль u от h, да, ну, я здесь мельчу, потому что это понятно. То есть, если я теперь на вот эту сумму умножу и разделю, то вот это-то отношение будет что, меньше либо равно единице, то есть отношение является ограниченной функцией, и значит, это равенство перепишется в таком виде, я его перепишу, потому что оно нам пригодится, да, то есть мы с ним будем работать. Значит, получается, что вот эта вещь ограниченная, ограниченная на бесконечно малую, это опять будет бесконечно малая, правильно? И самое главное, что я могу ее переобозначить и написать, что это будет некая функция бета от h, которая стремится к нулю, когда что? Когда h стремится к нулю, потому что у от h тогда автоматом тоже стремится к нулю. Мы знаем, что функция f непрерывна, да, вот, поэтому здесь будет что? Вот это выражение на модуль h плюс модуль у от h. Все, вот, вот так в скобочках, да, модуль у от h. И это все равно нулю, вот здесь напишем, как единицы до n. Вот теперь к нему, да, вот это выражение у нас является основным. Что нам нужно было показать? Нам нужно показать, что, так, вот здесь скобочка, понятно, да, вот, вот она функция u от h, вот оно наше приращение. Мы хотим показать, что она дифференцируема, а значит, нам нужно представить ее в виде, по определению дифференцируемости, правильно? Нужно ее представить в виде, то есть нужно показать, что f малая дифференцируема, а значит, показать, что вот эта разность есть не что иное, как какая-то линейная функция от h катых плюс o малая умноженная по сравнению с модулем h. Вот какая наша цель. То есть наша цель показать, что u от h есть не что иное, как сумма вот этих, ну, каких-то тут выражений на h катая плюс o малая от модуля h. Вот какая наша цель. И теперь из этого равенства нам нужно это и получить. Все бы было хорошо, мы бы сразу могли выразить отсюда u от h. Если вы заметите, то в теореме как раз и говорится, что вот это делится на что? На df, на dy, так как оно переносится в другую сторону, это с минусом, правильно? Вот. Но нам мешает вот здесь вот этот модуль u от h. Нам нужно понять, как он связан с модулем h. Вот. То есть вот это наша цель, вот это наша цель, получить вот из этого равенства. Поэтому давайте и посмотрим, что мы можем сказать про u от h. Ну, вот этот модуль мы всегда можем формально раскрыть с чем? С плюсом и с минусом, правильно? Поэтому давайте сгруппируем члены одинаковые при u от h. И что получим? Мы получим, перенесем влево, да, сумма минус сумма df по dx катая на h катая, k от единицы до n. Вот. Потом получается плюс бета от h на модуль h, да, это вот из этой скобки я забираю слагаемое, которое u не содержит. А теперь поделю это все на что? На коэффициент, который при u стоит. Здесь это df по dy, да, и опять я опускаю аргумент, а здесь у нас значение функции, да, точка стоит. Вот. Какая точка? Ну, вот pq, да, правильно, да, точка pq. df по dy, а здесь при модуле у меня получается плюс-минус бета от h был коэффициент. При модуле, который я раскрываю, как плюс-минус стоит, коэффициент бета от h, вот он здесь в один. Вот он здесь возник. Значит, понятно, что я могу это записать, поделить почленно, правильно? То есть рассмотреть вот это слагаемое с такой знаменателем и вот это слагаемое. Ну, давайте я это и запишу, что мы разобьем это на сумму. Ну, вот здесь я напишу бета от h на модуль h на df по dy плюс-минус бета от h. Ну, и здесь, понятно, знаменатель тот же самый, а здесь df по dx ката на h ката. Кат единицы до n. Вот такая сумма. Что мы можем сказать про эту сумму? Смотрите, так как... Все-таки допишу, да? Плюс-минус, естественно. Плюс-минус. Что мы можем сказать? Мы можем сказать, ну, понятно, здесь у нас тоже в итоге сумма, да, пока с одинаковым знаменателем. Можно эту сумму и впереди было поставить. То есть, если мы... Вот h у нас стремится к нулю. Значит, вот эти вещи тоже что делают? Ну, как аргументы, да? Можно оценить модулем h и будет тоже стремиться к нулю. Вот. А вот это число не нулевое. Так как бета от h стремится к нулю, то знаменатель тоже в ноль не обращается. Мы потребовали, что в нашей окрестности по построению f' по y не ноль. Оно обязательно либо больше нуля, либо меньше нуля по построению. Поэтому знаменатель в ноль не обращается, да, в ноль не обращается, не стремится к нулю. Значит, в итоге все вот эти суммы, они имеют конечный предел. Правильно? Значит, являются o большое от единицы. o большое от единицы. Вот. А вот эти, а здесь наоборот, вот эти штуки за счет бета от h являются o маленькими от единицы. При h стремящемся к нулю, да? Значит, это все пишем при h стремящемся к нулю. Вот. Значит, получается, что вот в этом равенстве, в этом равенстве, что мы можем теперь сказать про... А, нет, мы хотели модуль h, да? Теперь мы что скажем? Мы скажем, что вот этот модуль h мы можем оценить. Давайте я здесь теперь сотру, чтобы верхушка нам не мешала. Нам вот это преобразование было, были вспомогательными. поэтому сейчас уже они не нужны. Вот мы на это равенство с вами опираемся. Значит, тогда модуль o от h получается меньше либо равен чему? Ну, естественно, суммы модулей, правильно? Давайте я даже пока вот так напишу модуль, и здесь будет сумма o больших от единицы на h катая, когда k от единицы до n, да? Плюс o малая от единицы на модуль h, правильно? Да. Вот. И, значит, это все меньше или... Как можно записать в итоге? Ну, ясное дело, что все эти вещи по модулю h катая можно оценить сверху модулем h, правильно? А сумма у больших... Вынести за скобки сумма у больших даст опять что? Ограниченную функцию. Значит, все это меньше либо равно, чем o большое по сравнению... Да, все верно. o большое от единицы умноженное на модуль h. Ну, потому что o маленькое тоже можно сказать как o большое. Даже можно не писать... не говорить меньше либо равно, а равно в итоге, да? То есть за счет преобразования в модуль, да, в сумму модулей мы оценку можем сделать, а в итоге написать равенство, да? Потому что у большой это единицы и означает, что вот эта вещь, что отношение модуль у h на модуль h является ограниченным. Так, значит, еще раз, да? чтобы выполнялось это равенство, надо поделить все на модуль h и показать, что то, что осталось, будет ограниченной функцией. Ну, так и есть. Поделим на модуль h. Модули h катые с модулем h сократятся, здесь тоже сократятся, ну, можно единичкой оценить, здесь тоже единичкой. Все осталось сумма о больших и о малых, естественно, ограниченная величина. Все, это что нам позволяет? Это позволяет вот здесь модуль у h в этом равенстве ключевом, которое я вам выделила здесь двумя чертами. Заменить теперь модуль у h на что? На о большой от единицы при h, стремящемся к нулю, то есть на ограниченной, на произведении ограниченной функции на модуль h. То есть нам удалось показать, что это есть у от единицы умноженное на модуль h. А тогда это означает, что теперь здесь я у от h заменять ни на что не буду, а выражу, следовательно, из равенства две черты следует, что у от h может быть записано как что? Как перенесли в другую сторону сумма df большая по dx кт. Вот, ну понятно, здесь p, эту сумму можно записать как цельную сумму, потому что она перед всем, на d, давайте я минуту здесь оставлю, на df по d y, вот, h кт, оставляем, все равно, каким множителем мы поделили. И здесь еще у нас что получилось? На самом деле здесь стоит модуль h плюс модуль h плюс o большой от единицы на модуль h, то есть опять o большой от единицы, ну, значит, в итоге вот эта скобочка есть o большое от единицы на модуль h, но умноженное на малое, на бесконечно малую функцию, это все дает o малое по сравнению с модулем h, правильно? Поэтому вот здесь я могу смело написать, что это o малое по сравнению с модулем h. Ну, понятно, что при h стремящемся к нулю. вот что мы получили. Вот что мы получили. k меняется от единицы до n, вот он этот минус, когда мы переносили. Значит, вот эта скобочка, значит, здесь сначала это понятно, что она o большое. Давайте я вот здесь буду подчеркивать, чтобы было понятно, что это o большое. Что это означает? Смотрите, что o от а, то есть вот это приращение. Представим вам в каком виде? Линейная функция по h ката плюс o малое по сравнению с модулем h. То есть по определению u, то есть вот это является дифференцируемой, по определению f является дифференцируемой функцией в точке p. Следовательно, да, вывод, да, естественно, вывод, что f дифференцируема в точке p. p была произвольной точке из нашей окрестности, а значит, мы и доказали дифференцируемость в каждой точке. Теперь скажите, будет ли функция f непрерывно дифференцируемой? Чтобы быть ей непрерывно дифференцируемой, нужно, чтобы у нее были непрерывные частные производные, правильно? Из этого равенства автоматом мы получаем, что частные производные, это и есть, находятся по такой формуле, но они являются отношением непрерывных функций по условию теоремы, правильно? У нас по условию f большое тоже непрерывно дифференцируема, то есть у f большое частные производные непрерывные, да, ну и вот это не обращается в ноль. Значит, получается, что, еще раз обращаю внимание, представьте себе, что здесь стоит точка pq, так вот, за счет того, что частная производная по y не обращается в ноль и является непрерывной, мы смогли локально в целой окрестности утверждать, что она не ноль, вот, и поэтому можем делить, да, вот, вот локально здесь вот очень серьезно применяется, да, надо понимать, то есть мы так просто сказать, что вот на всем области, на всем множестве у такое получится, не можем, да, потому что гарантировать, что вот это не обратится в ноль на всем множестве мы не можем, вот, поэтому f маленькая, дифференцируемая, ее производная находится, как вот это частное и они непрерывны тоже как частные непрерывные функции, все, теорема доказана, вот, еще раз обращаю ваше внимание, что если мы будем рассматривать уже в качестве y, ну, то есть, как бы эта задача, да, обобщается, то есть можно говорить о системе функций, заданных неявно из системы уравнений, то есть рассмотреть в качестве f вектор, и тогда y тоже может быть как одной, так и, ну, тоже вектором, да, и тогда здесь появится система уравнений, и мы можем все вот эти y выразить, тоже как, ну, получить систему функций, но доказательство той теоремы уже получается совсем не может быть повторено этой идеей, почему? А потому что непонятно, что значит, да, вот, уже нельзя будет использовать монотонность функции по y, нельзя будет использовать эту монотонность. Так, ну вот давайте теперь я, сразу пример разберем, чтобы было... Елена Юрьевна. Да, да. Еще раз доброе утро. Есть вопрос? Давайте. Что там в условии теоремы написано? Вот, на самой левой доске. Да, еще раз, вот здесь написано, пусть у открытое множество, да, но оно подможество r, r, потому что f большой определена вот для функции, она функция n плюс 1 переменной. Понятно, да? Поэтому здесь rn, декартова на r. Нет, вот в самом нижнем правом углу. Да, да, вот здесь... Вот это непонятно. Пусть существует... Тогда существует дельта и сигма больше 0, и функция f маленькая, которая будет определена на вот этой дельта окрестности с числовыми значениями, она будет непрерывно дифференцируема, то есть функция c1 на этой дельта окрестности. Вот. Так, она такая, эта функция, что какой бы мы x, y не взяли из декартова произведения, ну, понятно, x мы будем из этой дельты окрестности брать, а y уже будем брать из окрестности, ну, вот как здесь на картинке, да? Вот здесь мы сказали x отсюда, y же отсюда. b сигма b. Вот. Что вот если x, y из этого декартова произведения, то они обязательно связаны вот этим уравнением. Каким образом? Ну, вот я стерла. А что это за, что там в уравнении написано? Вот так, f от x, y равно 0, все равно, что y равно f от x. То есть для вот этих точек, да, для вот этих точек x, y из декартова произведения окрестности b тельта а на b сигма b, у нас y равно f от x определяется только из вот этого уравнения. А там оно же написано, да? Да, 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 там оно же написано, правильно. Давайте я его, я же стала переписывать, подчеркнула и переписала. Вот так, да? Ну, давайте вот тогда эту строчку будем считать, что мы перенесли вот сюда. Вот. И здесь было еще написано, причем частные производные, да, df по dx ката в каждой точке x находится как минус df большое по dx ката в точке x f от x делить на df большое по dy в точке x f от x. То есть это верно для любого x из этой нашей построенной дельта-окрестности. Ну да, вот как-то я там вверху размахнулась, а потом все скомкало, да? Да, спасибо большое. Да, да вы что? Не, вы что в данном случае совсем? Все. Ну вот давайте пример, да, разберем просто примеры. Раньше мы решали такие задачи в этом семестре, но вот потом из-за того, что сократили количество недель, то перестали. Вот смотрите. Например, у нас есть вот такое уравнение. x косинус y плюс y косинус u плюс u косинус x минус 1, да, равно 0. Понятное дело, что вот это вот и есть у нас f от x, y, u, да, равно 0 уравнению. Вот говорят. А вот что проверим, задает ли функция, существует ли, да, существует ли функция u от x и y, да, в окрестности точки, так, в окрестности, давайте словами напишу, в окрестности точки m с координатами 0,1, 0,1, 0. Ну, если существует, то что? Найти ее частные производные. Найти du под x и du под y в точке m. Ну, тогда уже здесь надо писать, правда, в точке 0,1, потому что m имелось в виду точка 3. Ну, и тогда получается что? Чтобы сказать, что мы можем вообще говорить о функции u, да, там нам надо определиться с точкой в окрестности, которой мы будем это определять, поэтому проверяем, правда ли, что вот эта точка m удовлетворяет этому уравнению, да, действительно, f от m, если подставить, получится равно 0. Тогда дальше остальные условия теоремы. Что мы можем сказать? Что f является непрерывно дифференцируемой функцией в некоторой дельта окрестности, ну, давайте здесь ε поставлю, точки m. Ну, конечно, потому что мы знаем, что вообще и x, и косинус y, все они, вот обращаю ваше внимание, здесь мы на u смотрим как на независимую переменную. Ну, а все, а тогда она здесь, у входит, все переменные входят как элементарным способом, правильно, как произведение непрерывных дифференцируемых функций. Поэтому функция f непрерывно дифференцируема, большая f. Дальше, существует ли какое-то значение, в котором 0? Да, мы сказали, вот в точке m 0, то есть точка a, b в нашей ситуации имеет какой вид? a это 0,1, да? a это 0,1, a b это 0, b это 0. Вот. И мы сказали, да, f от a, b равно 0. А дальше-то мне нужно что проверить? Если я хочу выразить переменную u, то, значит, я и проверять должна производную по u вот в этой самой точке a, b, то есть в точке m. Вот. Ну, давайте проверим, что мы получаем. производная по u. Здесь u не содержится, имеется в виду f большое, а в f большое u содержится только вот в этих двух слагаемых, правильно? Поэтому мы считаем, что это будет минус y sin u плюс просто косинус x. Вот. Что нужно, чтобы в точке m в точке m она не равнялась 0? Давайте проверим. Ну да, действительно, если x у нас 0, значит, косинус равен единице, синус u равен 0, значит, это 0. Значит, вот это все равно единице и не равно 0. Ну, давайте я так и напишу. Равно единице, не равно 0. Не равно 0. Значит, по теореме, действительно, существует такая дельта, такие дельта и сигма больше 0, что определена функция u от x, y для всех x, y откуда? Из b дельта точки 0, 1 умноженная декартова на b сигма точки 0. Вот. И u обязательно какой является? Важно, что теорема дает непрерывную дифференцируемость в этой b дельта окрестности. И возможность искать частные производные. Вот. Так вот, из теоремы становится видно, что как мы частные производные доказывали равенство. А мы на самом деле что сделали? Мы как бы из функции f большое находили, да, из ее частных производных находили маленькое. Поэтому здесь два способа рассуждения. Сразу воспользоваться отношением производных или продифференцировать вот это равенство. Но, по-первых, переменным всем, а потом вспомнить, что u это на самом деле функция, и u штрих надо оставить, да, и выразить. Так, ну это вот тонкости потом будем. Давайте пока просто что сделаем? Найдем тогда производную ду по dx и ду по dy, правильно, в точке m. В точке m. Что сказано? Это минус 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 df большое по dx на df большое по du. Опять, все в точке m. В точке m. Все. Значит, df большой по du в точке m мы уже находили, это единица, правильно? То есть, вот это равно единица. Поэтому мне остается только вот это найти. По x у нас что будет? cos y минус u синус x, правильно? Тогда в точке 0,1,0 мы что получаем? Здесь 0 cos y единица. Значит, косинус единица. Вот частная производная в точке m. Да, и то же самое вот здесь. df по dy делить на df по du должно быть в точке m. То это будет опять, ой, df по du равно единице, а df по dy так, я здесь минус забыла написать. А df по dy ну, также считаем. Она что там? Минус x синус y да, вот, и просто косинус u. Не забываем, что здесь частные производные f, y, u, x, и здесь как независимые переменные используются. То есть, пока никаких штрихов u' не должно здесь возникать. Все, значит, df по dy нашли, и теперь подставляем 0, 1, 0, да, но единичка в номинателе еще у нас уже известно. Все, x равно 0, косинус 0 равен 1, значит, здесь минус 1. Все, вот ответ. То есть, в общем случае, можно записать в целые окрестности отношения производных и сказать, что это будут производные, и сказать, как будут выглядеть функции du по dy, du по dx для новой функции в окрестности. Но это уже будут понятно, что громоздкие выражения представили, что вот это надо еще поделить на производную f' трех полу. Вот, поэтому чаще всего задачи формулируются именно как нахождение производных частных там первого, второго порядка, но в конкретных точках, потому что в конкретных точках это несложная задача, все понятно, как делать. Все, ну, думаю, что это, конечно, вам пригодится в следующем семестре больше, потому что в этом семестре сейчас уже убрали задачи на теорему неявной функции. Вот, но я думаю, что вы этой теоремой на самом деле и такого рода формулы уже и в физике пользуетесь, потому что там тяжело. Ну, ладно. Все, тогда с теоремой все, и я обещала с вами обсудить немножко экзаменационную программу, потому что стали задавать вопросы мне в личку, типа, ну, кто-то пытается готовиться, правильно делаете, потому что потом от сочетной недели совсем мало времени, да. Значит, программа вывешена, поэтому внимательнее смотрите, она, скорее всего, отличается от предыдущего года, учитывая, что в предыдущем году программа была урезана в связи с неожиданными дистанционными, ну, как, в связи с неожиданными каникулами внутри семестра, да. Значит, смотрите, первый вопрос, я думаю, вас пугает больше всего, ну, первые два, они выглядят очень объемно, вы должны понимать, что, конечно же, это не билеты, билеты составлены из вот этих пунктиков, которые внутри этих вопросов программы состоят. То есть, вот, например, могу сказать, что в качестве билета фигурирует вот то, что курсивом выделено, да, это не значит, что все, что выделено курсиром, но, например, там есть в билетах вопросы, открытые и замкнутые множество их свойств, да, это будет один вопрос в билете, вообще в билете два вопроса из всей программы, да, вот, поэтому программа сформулирована, да, и вывешена на сайт таким образом, что это, как бы своеобразные разделы, да, которые нужно, как бы внутри раздела надо ориентироваться, вот, а доказательством здесь, ну, в билеты не все включено, надо понимать, потому что совсем все не включишь, но чтобы вам доказывать, конечно же, нужно многими понятиями владеть, поэтому в программе они вынесены, да, вот, поэтому, значит, программы фигурируют в билетах, да, то есть, что вы должны уметь, смотрите, мы с вами предел последовательных точек в нмерном эфлидовом пространстве, что это значит? Нмерное эфлидовое пространство это наше РН, вот, имеется в виду ВРН, потому что РН рассматривается, является метрическим пространством и его метрика определяется, корень квадратный, да, из суммы квадратов разности и координат, она является скалярным произведением, порождена скалярным произведением, об этом мы говорили с вами на лекциях, вот, а раз порождена скалярным произведением, то есть, пространство РН является линейным, на нём задаётся скалярное произведение, и это скалярное ещё и связано, через него задаётся метрика, всё, поэтому РН является энмерным гепклидовым пространством, да, все остальные пространства в линейке доказывают изоморфные, да, и мы вот изучаем, то есть, РН как вот, как координатное описание, да, каких-то других пространств в итоге сводится всё это, если говорить о каких-то более абстрактных пространствах. Поэтому мы изучаем все в РН. Но определения были даны в метрическом пространстве. Что это значит? Это значит, что вы просто вместо метрики должны подставить конкретную метрику. Потому что понятие сходимости, последовательности, оно в принципе не обязательно должно быть связано со скалярным произведением или с линейностью пространства. Для него достаточно понятие окрестности. А окрестность можно ввести в любом метрическом пространстве. Поэтому мы с вами определяли в метрическом пространстве. Но если сложно переключиться, то в прошлом семестре, в конце семестра перед кривыми мы озвучивали предел последовательности именно в РН. Лемуа по координатной исходимости, критерий Каши исходимости последовательности. Понятно, все переформулируется. И Бальсан-Аверстрасса тоже понятно, что переформулируется. Все переносится. Поэтому здесь вы должны знать определение внутренних предельных изолированных точек, естественно, внешних и граничных тоже, потому что в любом случае вам нужно формулировать, что такое открытое и замкнутое множество, внутренности, замыкания и граница множества. То есть в любом случае все эти определения надо знать, надо знать свойства открытых и замкнутых множества и уметь решать вопросы на понимание, это какие-то задачи о связи, какие точки какими являются, не является, уметь найти внутренние точки, граничные точки определенных множеств, определить, является ли оно открытым или замкнутым. Значит, понятие компакта нам необходимо, потому что мы с вами доказывали, и не только мы, видите, тут не только наш поток, теорему Канкера о равномерной непрерывности функции на компакте мы доказывали, правильно? Поэтому вы должны знать, что такое компакт, определяется он в метрическом пространстве, значит, определение метрического пространства тоже надо знать. В качестве примера РН достаточно. И так как определение компакта мы определяли в произвольном метрическом пространстве, то мы доказали свойства. Эти свойства я вам напомнила на позапрошлой лекции. Поэтому вы доказываете эти три свойства, что компакт в любом метрическом пространстве является ограниченным, замкнутым множеством. И если последовательность элементов компакта сходящейся, то предел тоже лежит в компакте. Мы это доказывали с вами. Потом теорема о том, что в РН компакт является ограниченным и замкнутым множеством. То есть все компакты – это ограниченные и замкнутые множества. Этот критерий тоже выносится в билеты. Дальше. Второй пункт. Предел числовой функции нескольких переменных. Вот рассматриваем частный случай. Мы могли рассматривать функции на метрическом пространстве, а теперь конкретно на РН, определенные с числовым значением. То есть, по сути, вы просто переписываете определение предела числовой функции для функций нескольких переменных в координатном виде. Не на языке окрестностей, как в общем случае в метрическом пространстве, а уже конкретно с использованием метрики. Предел функций по множеству. Вот здесь хотелось бы мне отметить, что я здесь не стала править, чтобы не было непонятностей каких-то. У нас с вами предел функций рассматривается изначально с самого первого семестра по множеству. То есть, что значит по множеству? Это значит по области определения или по какому-то подмножеству этой области определения. В некоторых курсах для упрощения первого семестра в первом семестре рассказывали предел функций, определенных в окрестности, в проколотой окрестности, ну и непрерывных функций, уже определенных в окрестности. То есть, у вас функция изначально должна не просто на каком-то множестве была быть определена, а в окрестности. У нас сразу была определена на множестве. Поэтому это понятие вам знакомо. Мы его отдельно не вводили в предел по множеству, потому что это и был предел по области определения. Вот. Поэтому вы просто это должны осознавать, что по множеству это значит у нас по области определения или по подмножеству из этой области определения. Вот. Непрерывность функций нескольких переменных в точке и по множеству. Вот. Ну то есть, получается опять определение непрерывности у нас тоже было сразу дано для функций, определенных не в окрестности, а на некотором множестве. И поэтому сразу дано определение непрерывности по множеству. Вот. Я включила критерий непрерывности, потому что для доказательства свойств непрерывных функций на связанном множестве нам нужно уметь что делать. Мы используем критерий непрерывности с вами через прообразы, да, что если мы возьмем во множестве значений любое открытое множество, то прообраз этого множества обязательно открыт. Это является критерием того, что отображение f является непрерывным. То есть оно открытое множество, да, как бы возвращает в открытые, скажем так. Вот. Свойства функций непрерывных на компакте, да. Мы что доказали? Мы доказали, что непрерывный образ компакта компакт, правильно, вот это оно и есть. Из него следует теорема уже для функций нескольких переменных, как следствие, свойства достижений точной нижней верхней грани. Понятно, что в произвольном метрическом пространстве нет никакого отношения порядка. И поэтому, и даже в РН, да, у нас нет отношения порядка. Поэтому теорема Верштрасса может быть, существовать только для функций каких? Определенных. Со значениями в Р. Вот и все. Функции нескольких переменных мы и рассматриваем. Так. Теорема промежуточных значений, значит, то, что тут с индексом 4, это не для нас. У нас это свойства функций непрерывных на связанном множестве. Значит, вы говорите, что такое связанное множество, да, и говорите, что непрерывный образ связанного множества связен. И как следствие говорите, что у функций нескольких переменных, что делает, ну, теорема промежуточных значений появляется как следствие на любом связанном множестве в РН. Вот. Значит, так, здесь понятно. Теперь третье, да, третий пункт. Частные производные функции нескольких переменных. Ну, понятно, здесь вы просто придерживаетесь лекций и учите в том порядке. Вопросы, как разбиты в билетах. Ну, вынесена дифференцированность функций в точке дифференциал. Почему? Потому что должно быть дано определение и какие-то необходимые условия дифференцированности в точке, так? Вот. Потом достаточное условие дифференцированности функции вынесено доказательством теоремы. Дифференцированность сложной функции. Из нее, как следствие, вы должны объяснить, что инвариантность первого дифференциала существует, да, а там больших дифференциалов, конечно, нет. Вот. Производное по направлению градиент и к связи геометрический смысл, оно, да, тоже вы должны рассказать, дать определение и рассказать о том, что в направлении вектора градиента функция достигается, что, максимального значения, да. Вот. Так. Четвертый вопрос. Частной производной высших порядков. Независимость. Здесь с доказательством. Независимость смешанной частной производной от порядка дифференцирования, да. И формула Тейлора для функций нескольких переменных с достаточным членом в форме Лагранжа. В форме Пиано без доказательства будет. Ну, как бы, в билеты не вынесено, поэтому вы должны уметь сформулировать в форме Пиано теорему, да, знать отличия условий, почему в Лагранже, ну, что в данной ситуации у нас наоборот. Лагранжа больше применимо, чаще применимо, чем Пиано, да, потому что для Пиано нужны более жесткие условия. Вот. Дальше. Следующий, пятый вопрос. Я думаю, здесь все понятно, и здесь все вынесено с доказательством. А, неправильно, все понятно. Критерии измеримости. Значит, вы должны понимать, что мы под критерием... А, все нормально. Да, критерии измеримости, это тоже все понятно. Значит, мы говорим, что измеримо, если есть верхняя и внутренняя, или там верхняя и нижняя, внешняя и внутренняя меры равны, да, то, значит, эта мера является мерой Жордана. А критерий измеримости имеется, что любое ограниченное множество измеримо по Жордану тогда и только тогда, когда мера его границы нут. Да, это у всех критерий одинаковые, поэтому вот он отдельно вынесен. Конечная аддитивность меры Жордана. Вот спрашивали, что это такое. Имеется в виду, что мы можем с вами доказать, что для объединения измеримых множеств измеримо. Причем, если это множество не пересекающееся, то мера объединения равна сумме мер. Значит, вот конечная аддитивность, это когда мы можем применить это свойство для конечного набора измеримых множеств меры Жордана. То есть это как следствие сформулировано. То есть конечная аддитивность, это значит, что именно конечное объединение, просто конечное объединение, конечное объединение не пересекающихся множеств является измеримым. И чему равна мера. Измеримость и мера цилиндра, это мы доказывали с вами немножко в другом пункте. Оно там, где геометрические приложения. Да, мы с вами там и доказывали этот вопрос. И он будет относиться, скорее всего, как вспомогательный. Ну, это я не скажу вам, не вспомню, как в билеты, куда он входит, но звучал, поэтому внесем. Так, дальше. Определение интеграла Риммана. Значит, понимаем, что интеграл Риммана определен у нас через интегральные суммы Риммана. Дальше мы говорим, что это определение не всегда удобно, и поэтому рассматриваем подход через верхние и нижние суммы Дарбу. Что значит верхние и нижние суммы Дарбу и их свойства? Мы там с вами доказывали, как связаны суммы Дарбу с суммами Риммана. Это первое. И второе, что они являются, соответственно, невозрастающей, не убывающей последовательностью. Что суммы Дарбу являются, не возрастают, не убивают при разбиении. Так, и критерии интегрируемости. Это значит, что вы должны доказать, что эквивалентность вот этих двух подходов интегрирования по Римману в смысле интегральных сумм равносильно тому, что верхние и нижние интегралы Дарбу должны совпадать. И тогда это и есть интеграл Риммана. Здесь же вы должны доказать следствие, из критерия интегрируемости, в котором мы говорим, что функция интегрируема по Римману тогда и только тогда, когда для любого эпсилон найдется разбиение, что разность верхней и нижней суммы Дарбу можно сделать, для этого разбиения, можно сделать меньше эпсилон. То есть вот самый простой в применении критерий. Вот это следствие здесь включается в вопросе на критерии интегрируемости. Вопросы интегрируемости непрерывной функции, монотонной функции, ограниченной с конечным числом точек разрыва, включены билеты, конечно, свойства интегралов все включены, разбиты только на части. То есть где-то объединена аддитивность, линейность, где-то объединено произведение и модуль, где-то интегрирование неравенств. Как-то оно там разбито, я не помню, но все входит вместе с теоремой о среднем. Дальше. Свойства интеграла с переменным верхним пределом. Непрерывная дифференцированность. Эти два свойства тоже входят. Так, чуть-чуть меня уменьшите, а то я тут... Или повыше просто, да. Все, это мы страничку прошли. Да, формула Ньютона-Лейбница, как следствие, и теорема о замене переменной. По частям здесь понятно, что туда входит. Геометрические приложения входят. Площадь криволинейной трапеции, тело вращения, длина кривой, по-моему, она входит только как формулировка, потому что там доказательств это почти нет. Криволинейные интегралы первого и второго рода в одном вопросе, скорее всего, потому что в нашем случае это просто определение и корректность определения, в котором, в частности, для второго рода связь ориентации с определением. Если кривая ориентирована, если мы меряем ориентацию на противоположную, то есть рассматриваем кривую ориентированную противоположно, то криволинейный интеграл второго рода меняет знак. У нас было такое свойство. Поэтому здесь вы даёте два определения, доказываете корректность, что не зависит от выбора параметризации нашей кривой, и вот это свойство менять знак криволинейного интеграла второго рода. Так, дальше. В девятом вопросе все понятно. Критерий Каши, признак сравнения, признак Дерихле и Абеля. Все, это все с доказательством. Десятый вопрос. Числовые ряды. Здесь сказано, что теорема Риммана без доказательства, все остальное понятно, все остальное с доказательством. У нас признак Лейбницы является частным случаем Дерихле, поэтому вы будете его доказывать в вопросе с Дерихле и Абеля. То есть просто должны знать, как следствие. Одиннадцатый вопрос. Равномерная сходимость функциональных последовательностей. Здесь у нас все входит в доказательство. С доказательством обращаю внимание, что здесь у нас теоремы о подчленном интегрировании и дифференцировании функциональных последовательностей Феридофен отличаются условиями, поэтому мы можем интегрировать с вами предел последовательности интегрируемых функций. Точно так же предел последовательности дифференцируемых функций, что не обязательно не непрерывно дифференцируемых, а просто дифференцируемых функций. Поэтому здесь обратите внимание, что доказательства у нас отличаются, возможно, от других курсов. Так, степенные ряды. Ну, здесь этот вопрос самый такой понятный, я думаю, поэтому здесь вопросов нет. Чаще всего тут разбито как-то так. Первые три предложения – это один вопрос, вторые два – другой. Формула Каши и Адамара, возможно, третий. Да, и вопрос о сохранении радиуса сходимости степенного ряда и вторая теорема Абеля. Да, эти вещи у нас с вами вместе с характером сходимости степенного ряда в круге сходимости. Вот, то есть надо уметь... Ну, тут доказательства несложные. Не помню, вторая теорема Абеля включена или нет в доказательстве, поэтому лучше с доказательствами. Понятно, что если бы официально без доказательства, то, значит, в билетах было бы без доказательства. А так должна быть. Вот. В тринадцатом вопросе что хочется сказать? Значит, здесь у нас все с вами есть, все доказано, кроме... Здесь есть такой вопрос, как формула Тейлора с остаточным членом в интегральной форме. Он у нас с вами рассматривался в другом пункте, в пункте интеграла Ридмана. Вот. И поэтому его не будет в билетах, надеюсь. Но вообще он есть в билетах. Если его не забудут исключить, то его не будет. Но поэтому на всякий случай ознакомьтесь. То есть потому что раз он формально в программе есть, просто искать вам его надо не в этом пункте, а в разделе определенный интеграл Риммана. Мы там доказали этот. И в разделе степенных рядов мы не используем. Понятно? Поэтому у экзаменаторов по виду этой программы могут возникнуть вопрос, где используется. Вы должны четко понимать, что у нас в степенных рядах эта теорема не используется. Она просто доказана как факт, который может быть использован. Чтобы вас не ловили, поэтому вопросы тогда задавайте. Подходите во время экзамена, чтобы я подтвердила, что это так. Поэтому здесь все с доказательством. Но вот формула Тейлора в другом разделе у нас. Обратите внимание. Все. Я думаю, что больше ко мне никаких вопросов нет. Остальное все понятно, что в лекциях, какую-то часть лекций я еще выложу, что там осталось. Что-то у нас было, что-то еще осталось. Постараюсь выложить по максимуму. Начало. Ну вопросы, я не знаю, чтобы можно было задавать вопросы. Кто-то знает ВКонтакте, в личку пишет. Это, конечно, сложно, когда каждому в личку отвечаешь на одни и те же вопросы. Но все равно можно. Присылайте. Но у нас есть форума с прошлого семестра. Вот найдите ссылку. Я буду тогда заглядывать каждый день в эту форму. И вы тоже заглядывайте, кто что задает. Знаете, может, вы о таком вопросе не задумывались, а кто-то его задал. Поэтому удобно иметь все вопросы в одном месте. Все. Поэтому на сегодня все. Мы как раз успели во время лекции. Жду от вас еще вопросов. В следующий раз мы встречаемся с вами во вторник. В пятницу лекции не будет. Во вторник будет лекция. Все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин